Деки у дрипок постоянно меняются. Сначала в моде были популярны трехстоечные варианты, потом двустоечные. Сейчас наступает эра популярности бестоечных вариантов, и ярким представителем этой эпохи является D-Pro от CoilArt. Это замечательное устройство, и даже слоган его гласит «Пари как профи». Но все это только в теории, и сегодня мы разберемся почему. D-Pro приезжает в черной картонной коробке, на которую надет картонный кожух. На нем можно найти название устройства, фотографию, логотип компании, слоган «Раскрой свой вкус» — «Discover your flavor». Внутри идет сам атомайзер, два преднамотанных фьюзда, два куска хлопка и ремкомплект с документацией и шестигранным ключом. По последним трендам в комплекте также есть и склонг-пин. D-Pro RDA — это дрипка диаметром 24 миллиметра с позолоченной бестоечной базой. Обдув можно регулировать поворотом топкэпов, которые имеют внутреннюю сферическую обработку. На внешней же стороне есть логотип компании CoilArt. Нельзя сказать, что бестоечная база D-Pro RDA удачна. Да, она позволяет ставить как одну намотку, так и две. Но отверстия для билдов в бестоечной базе не только узкие, но также и глубокие. То есть перед тем, как я понял, какую длину ножек следует оставить, пришлось пару раз укоротить ножки спирали. Винты имеют свойство прорезать намотки, раздвигая, к примеру, жилы фьюзда, тем самым давая нестабильный контакт. К самому крепежу, впрочем, придраться нельзя. За неделю тестирования не появилось ни намека на слизывание. Специфически устроен боковой обдув. Он выходит как бы из-под спиралей, что намекает на хорошую вкусопередачу в D-Pro RDA. Она, да, хорошая, безусловно. Но омрачена она тем, что при чейн-вейпинге купол нагревается так, что я однажды обжегся в попытке его снять. Не добавляет плюсов и заправка D-Pro RDA. Боковой обдув, казалось бы, позволит капать через дриптип, не задумываясь об уровне жидкости. Но нет, из-за безбожно маленькой ванночки спираль то и дело норовит не испарить, а вскипятить жидкость, что не очень хорошо. Вдобавок к этому всему, лично у меня на D-Pro жидкость периодически выступала из одного из винтов, протекая через юбку. Резинки настолько слабые, что юбка может соскочить с дрипки прямо в кармане. D-Pro хороша в теории, но не на практике. Производитель обещал, что с этим устройством мы будем парить как профи. Но это не совсем так. Скорее поначалу вы будете по 15 минут ставить намотку, обливаться, обжигаться, терять купол и так далее, и так далее, и так далее. Что, возможно, рано или поздно закалит вас того самого профи. Что не точно. А вообще, половину проблем с этим устройством можно избежать, попросту используя его со склонг девайсом. Благо, пин у вас есть для этого в комплекте. Тогда и купол снимать не надо, и не обожжетесь, и жидкости будет в базе столько, сколько надо. А на этом все. Мы благодарим CoilArt за предоставленное устройство. Чтобы ты не пропустил следующий обзор, подпишись на наш канал и поставь лайк этому видео. Мы старались, тебе понравилось. И помните. Ду-ка капу-пу